Этот мост в селе Куршаб построили на деньги, сэкономленные на то, и средства пожертвовала одна из семей. Эта дорога была очень трудной. Мы предложили семье, готовящейся справить годовщину со дня смерти отца, на эти деньги построить мост. Они согласились и дали 100 тысяч сомов. А еще одна семья провела в школу чистую воду. С момента выхода указа президента о сокращении расходов на то и поминки и другие мероприятия прошло всего ничего, однако в селе Куршаб уже успели реализовать уже не одну полезную инициативу на сэкономленные деньги. Люди начали отдавать деньги на хорошие дела. Например, вместо очередного той одна из семей начала строить спортивный зал, который раньше был на этапе фундамента. А еще одна семья выделила деньги на строительство мечети. В распространении суть указа президента о сокращении расходов на поминки той и другие мероприятия значительную роль сыграли сельские активисты. На основании указа президента мы приняли много решений по сокращению расходов. Вместо ненужных расходов люди начинают выделять средства на общественно значимые дела и проекты. И это уже находит отклик у многих. Усилия по сокращению расходов в сельском округе Кызыл-Октябрь пытались предпринять еще несколько лет назад. Однако тогда инициативу приняли не все местные жители. Мы работали над устранением ненужных расходов, но этого не произошло. Нам очень нужен был указ президента. На этой основе совместно с сельским кинешем мы разработали специальное предложение. Люди говорят, что будут поддерживать этот порядок. Основной целью указа главы государства является сокращение расходов и улучшение социально-экономической жизни населения. Не секрет, что кыргызстанцы, особенно молодые семьи, часто вынуждены были брать деньги на то и взаймы, а после усердно работать в трудовой миграции, просто для того, чтобы расплатиться с долгами. Алена Смирнова, Зайнат Ибраимова, Идиль Алиев, ЛТР, Ожская область.